К нашему эфиру присоединяется Андрей Рыженко, капитан первого ранга запаса вооруженных сил Украины, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах. Андрей, приветствуем вас в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Итак, корвет Гетман Сагада Иван Выговский торжественно спущен на воду 1 августа в Стамбуле. Это второй корвет, строящийся в Турции для ВМС Украины. Класс Ада. Андрей, вот давайте немного так по пунктам разберем всю эту историю, все это событие. Что такое класс Ада? Какое выражение на борту? Какие функции у этого корвета? Класс Ада это корвет, который ВМС Турции разработали для себя порядка 10 лет назад. Это был, это их проект, называется у них Мельген, национальный корабль. К нему они шли где-то 20 лет. Для этого, вот как раз вот эти вот 20 лет, они очень тесно сотрудничали с кораблестроителями основных стран Европы и Соединенных Штатов Америки. Ну, этот корвет, это корабль ближней морской зоны, но его основная задача это борьба с подводными лодками противника. В принципе, эти функции, для них он подготовлен, у него есть комплекс, гидроакустический комплекс, у него есть вертолеты на борту, вертолет на борту может быть, торпедное оружие, есть у него система противовоздушной обороны, есть у него и должны быть у него ракеты противокорабельные также. Но, как правило, основная задача этих кораблей, это действие в центральной части моря, на больших глубинах, для того, чтобы находить подводные лодки противника, наносить по ним удары, наносить удары по кораблям противника. То есть, вот такая основная его задача. Давайте с датами и сроками разберемся. Корабль отправится в свое первое плавание в 2026 году и будет передан военно-морским силам Украины в первом квартале 2027 года. Это сказал Асгюр Гюлерюс, генеральный директор турецкой судостроительной компании СТМ, которая и занималась. Вот почему такие сроки, почему от спуска на воду до передачи военно-морским силам проходят 2-3 года, получается так? Ну, это объективный процесс строительства корабля. Он не построен еще, он находится в самом начальном этапе строительства. У него есть только корпус. И после того, как строится корпус, и туда заводятся основные системы внутренние, и главная палуба, он ставится на воду. И в таком состоянии он достраивается. Предыдущий корабль, вот первый корабль-корпус строится точно в таком же порядке. И те сроки, которые названы, это очень оптимистические сроки. В любом случае, нужно понимать, что до окончания боевых действий Турция просто эти корабли не запустит, и мы их не получим. Это точно. Поэтому задачи, которые решать нам нужно будет сейчас по освобождению нашего побережья, по взятии под контроль портов, по восстановлению морских коммуникаций, эти корабли решать не будут. Ну, вспомним о первом корвете, когда он начинал строиться. Ну вот, планировалось, что до конца 2022 года корвет Гетман Иван Мазепа будет доставлен в Украину. Но вот, как вы сказали, этому помешала российская агрессия, где он сейчас находится, какова его судьба, в готовом ли он виде. И это такого же класса корабль, правильно я понимаю? Да, это корабль такого же класса. Ну, он класс Ада, он отличается от оригинального проекта оружием, потому что оружие, ну, в турецком варианте, это американское оружие, там, ракеты «Гарпун», там, американская система ПВО. Тут системы были избраны другие. Кстати, по ударным ракетам пока, насколько мне известно, вопрос окончательно не решен. Первый корабль находится там же, в Турции. Насколько известно, он проходит ходовые испытания. Сейчас, я так понимаю, решается вопрос по постановке ракетного комплекса. Но это вполне те сроки, которые планируются. Дело в том, что с самого начала, когда его планировали строить, в 2020 году, план был такой, что в Турции строится только корпус этого корабля. После этого этот корпус перетягивается в Украину, и там на предприятии уже украинском судостроительном идет окончательная достройка этого корабля. Потому что он рассматривался как такой серьезный локомотив восстановления кораблестроительной отрасли в Украине. Но война поменяла планы, и, в общем-то, пришлось достраивать в Турции. Хотя, в принципе, я считаю, что с этими проектами можно было повременить, потому что сейчас актуальны совсем другие корабли. Андрей, ну вот так совпало, что эта новость появилась совершенно недавно в информационных лентах. Поэтому вот с вами первым обсудим этот момент. То есть пока неофициально, пока ссылаемся на телеграм-канал «Крымский ветер». Во время на оккупированном Крыму, во время ночной ракетной атаки, были уничтожены четыре пусковые установки С-400. Подчеркиваю, это «Крымский ветер», сообщает. Ночью в Севастополе на высотах Каябаш была поражена позиция ЗРК С-400 «Триумф». Понятное дело, Крым наш, никаких запретов на использование оружия западного нашего там быть не может. Можем бить по любым объектам оккупантов, любым оружием. Вот в целом ваши впечатления от системной работы сил обороны по Крыму, по объектам в Крыму. ПВО, ЗРК, пусковые установки, аэродромы. Вот, кстати, по поводу аэродромов. Есть у вас ощущение, что российская авиация систематически выбивается и может повторить судьбу Черноморского флота? Ну, российская авиация уже, в общем-то, частично повторила судьбу Черноморского флота, потому что после ударов по основным аэродромам, по тому же Бельбеку, по САКам, была информация, что наиболее ценные самолеты отводились туда, глубже на территорию России. То есть такая работа ведется систематически. Выявляются вот эти объекты противовоздушной обороны, и выявляются с скоплением авиации, и туда наносятся удары. Но, как правило, эти операции комплексного характера. То есть сначала идет ослабление системы ПВО на определенном направлении, а потом уже через вот этот вот правом, скажем, в системе защиты идет атака ракетами, ну, различными ракетами уже по другим объектам, в том числе и по объектам, ну, по аэродромам, по пунктам базирования кораблей. Поэтому, ну, смотрим, видите, конечно, серьезный урон получают противник, значит, при таком, ну, комплексном подходе, но, в общем, нужно так, чтобы, ну, каким-то образом мы контроль восстанавливали над тем же самым побережьем того же Крыма при Азове, вот благодаря таким ударам. Хотя, ну, хотя, скажем так, что в каком-либо варианте все равно такие удары, они постепенно ослабляют противника, и это придет к тому, что он потеряет контроль над этой территорией. Россия вывела из Крыма большую часть Черноморского флота, но некоторые суда все еще вот остаются в портах. Вот об этом сообщил спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, речь идет о кораблях, которые не имеют вооружения для ведения боевых действий. Их не перегоняют в Новороссийск, поскольку там, ну, банально, уже нет свободного места у причалов. Скажите, какие функции эти плавсредства выполняют, могут ли их задействовать в военной логистике, ну, и, соответственно, они станут целями ВСУ? Ну, в Севастопольской базе там очень много кораблей. И там, насколько мне известно, вывели действительно новые корабли, которые строились вот в период после 2014 года, все их вывели сразу. А потом, когда начались такие систематические удары, особенно ракетами-атаком, вывели уже и корабли постарше, еще советские постройки, которые представляют ценность. Но сейчас, насколько мне известно, в Севастополе есть и военные корабли, которые охраняют, ну, которые предназначены для охраны водного района, то есть это противоводочные корабли. Есть катера противодиверсионные, есть суднообеспечение. Естественно, все они принадлежат Черноморскому флоту, и все могут быть целями для нанесения удара. Там же, кстати, в Севастополе находятся на ремонте, ну, где-то несколько десантных кораблей, которые мы поразили, ну, и подводная лодка Ростов-на-Дону, хочу напомнить. То есть, в принципе, все эти корабли, все это военные корабли, они ведут против нас, они могут быть уничтожены. Россия усилила деятельность в порту Ачимчира. В Абхазии спутниковые снимки, проанализированные аналитиками Беллингкет, показывают, что с начала года там ускорилось строительство, возводится множество зданий по периметру, и причем в СМИ говорят об этом объекте не как о новой базе, как в Новороссийске, а как вот об убежище для Черноморского флота. Что вы можете сказать по этому поводу, насколько Ачимчира такой значимый объект для флота Черноморского? Ну, и, я думаю, немаловажно напомнить, что Ачимчира – это временно оккупированная Россия, территория Грузии. Ну, мне кажется, что сама Ачимчира более интересна вот в этой временной оккупированной территории, потому что это вариант им, как получить заказы из правительства Российской Федерации и предоставлять услуги по аренде этой базы. Сама база, она небольшая, ей уже фактически 100 лет. Это искусственно выкопанный водоем. Там может быть размещено порядка 10 небольших кораблей класса «Легкий корветт-тральщик». Но находится она очень далеко от операционной зоны ведения боевых действий сейчас против нас. Поэтому, если сюда выведут корабли, то они выходят фактически на отстой. Ну, какая-то часть этих кораблей туда может быть выведена, но чтобы массового какого-то исхода туда, об этом я не знаю, тем более, что там может быть очень незначительное количество кораблей поставлено. Хотя работы действительно там активизировались, но это больше для того, чтобы, я так думаю, каким-то образом усилить контакты Российской Федерации с оккупированными территориями Грузии не больше. Говорят, последний железнодорожный паром в порту Кавказ принял на себя удар. Я так понимаю, сейчас логистика с Краснодарским краем России преимущественно автомобильно-морская, если можно так сказать, учитывая, что движение по железнодорожной колее Керченского моста периодически перекрывается из-за постоянных атак. Как вы считаете, вот железнодорожная составляющая логистики насколько важна для контингента оккупантов в Крыму? Ну, через железнодорожную, благодаря железной дороге в Крым поставляется тяжелая техника, боеприпасы, топливо. Благодаря, например, вот этим вот паромам железнодорожным в 2014 году, когда состоялась оккупация Крыма, то Россия перебросила в Крым первое значительное количество бронетанковой техники, ракетных систем береговых и большое количество логистики. Поэтому все это необходимо и сейчас. Действительно, после первого подрыва Крымского моста они старались больше использовать вот эти паромы, которые действительно могут перевозить серьезное количество грузов. Хотя периодически и мост они крымский также использовали. Но сейчас, насколько известно, по вот этому коридору при Азовском там строится железная дорога и какая-то часть грузов будет перевозиться там. Ну, то, что вооруженные силы Украины, если удар по порту Кавказ, естественно, сковывает их логистику и заставляет их искать другие пути и, естественно, это негативно влияет на боевую готовность той группировки, которая находится в Крыму. В России на днях отметили День военно-морского флота с парадами военных кораблей, концертами, салютами. В этом году торжества прошли в усеченном виде. В Новороссийске были отменены вообще все праздничные мероприятия. В Санкт-Петербурге отказались от Кронштадтской части парада впервые за 8 лет. В аннексированном Севастополе парад вообще не проходит с начала полномасштабного вторжения в Украину. Вот ваши впечатления, если сравнивать предыдущие годы от этих торжеств? Ну, в Севастополе первый раз с 1981 года, когда вот этот парад отмечается в последнее воскресенье июля, это первый раз было, чтобы не было ни парада военно-морского, ни водно-спортивного праздника, никаких там торжественных мероприятий в городе. Первый раз. Такого не было никогда. Все это связано с тем, что в принципе они осознают, что если они вот так красиво поставят свои корабли вдоль бухты Севастопольской, то они будут атакованы. Я посмотрел парад 2018 года в записи в Севастополе, и вот там из девяти кораблей, которые вот так стояли красиво, три корабля уже на морском дне. Это крейсер «Москва», это десантные корабли «Цезарь Кунников» и десантный корабль «Новочеркасск». Что касается парада в Санкт-Петербурге, вот этот вот, который мы показываем. Первое, вот видите, что интересно, что даже Путин идет вот на этом белом катере. Белый катер – это точная копия шведского катера Сиби-90, который куплен был в России 15 лет назад, они несколько катеров купили, разобрали и начали строить свои, там с небольшой модернизацией. В параде принимали корабли небольшого класса, построенные в самом лучшем случае где-то там, может быть, 5-10 лет назад. Но опять же, это не новые какие-то проекты, а модернизированные советские проекты, на которых, ну, единственное новое оружие – это вот эти ракеты «Калибр». все остальное – это, в общем-то, старые корабли, и, ну, ничего такого, в общем-то, нового, ноу-хау я не увидел. «Конштадт» тоже, я так понимаю, что в связи там вот с вопросами безопасности они решили вот эту свою, скажем, корабли океанской зоны там не показывать. Хотя я не уверен, что, ну, они, как бы, есть сейчас в наличии для того, чтобы это демонстрировать. Ну, очередной особенностью было то, что вот на этом параде принимали участие корабли Китая, Алжира и Индии, в общем-то, ну, якобы демонстрируя поддержку там Российской Федерации. Вот, на самом деле, парад был, опять же, действительно, намного меньше по размерам. Кстати, интересно было, что я посмотрел, что все командующие флотом плотов на российском военно-морском флоте сменились за последний год. Ну, кроме вот командира группировки, которая находится в Тартусе, в Сирии. Вот, все остальные поменялись. То есть, это тоже, как бы, говорит там об определенной текучести кадров. Ну, вот, такое мое мнение. Вот, потом я, честно, просматривал еще, вообще, как прошел этот день в Севастополе. Это был такой очень, ну, такой день, как бы, фактически самый, может быть, торжественный день города в году. Но прошел он, как фактически обыденное мероприятие. Это то, что дала эта война России и ее флоту. Спасибо за этот детальный анализ, парада, торжеств в кавычках. Андрей Рыженко, капитан первого ранга запаса вооруженных сил Украины, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах, был на связи с нашей студией. Спасибо, Андрей. В телеграм-канале Freedom только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.